В общем-то, я проснулась сегодня утром с мыслью о том, что мои волосы просят пощады, так что в планах сходить в парикмахерскую, немножко их подстричь. Думаю, может быть, еще бахнуть челку, но пока не уверена. Но перед этим всем, конечно, надо сначала их помыть, они вон еще отросли, и я никак не решу, хочу ли я их осветлять снова. Вероятно, нет. В общем, сначала мыть, потом еду на занятия по вождению, и если их опять не отменят, то после них пойду в парикмахерскую. А пока покажу вам, чем я ухаживаю за своими волосами. На самом деле, это не какой-нибудь классный уход, возможно, мне стоило бы заиметь что-то более полезное для них, но я не настолько богата. Что касается ухода, у меня нет каких-то особенных средств. Я взяла шампунь от Эльсеф в фиолетовой упаковочке. Я давно на него смотрела, и тут он попался мне на скидках. Я решила, окей, это, это знак судьбы, и взяла его. И на самом деле, реально волосы чувствуют себя сильно лучше, они наконец-то стали помягче, и их даже можно причесать. Как в старые добрые времена Ютуба снимаю на фоне шторки. Но тут лучше всего свет. Значит, вопреки мнению о том, что мои волосы выглядят более-менее адекватно, они вроде как не выпадают, и даже цвет на них не смывается на раз-два. Они чувствуют себя просто отвратительно, и это как раз одна из причин, почему я думаю, что, наверное, я не хочу осветлять их дальше. Я еще каждый раз думаю, хочу ли я, может быть, новый цвет, но вывести зеленый, это просто нереально. Только если вот отращивать натуральные свои. Ну что, бегу приводить себя в порядок и скорее по делам. Тот самый шампунь, он оказался очень-очень классным. Я, кстати, не читала, что он для обезвоженных и тонких волос, но в целом для меня это очень подходит, он помогает им распутываться. Бальзам у меня максимально бюджетный, это гигантская банка, в ней 500 миллилитров, и ее хватает на целую вечность. В целом для того, чтобы просто волосы немножко разгладить, он отлично работает, без него совсем хана. В качестве дополнительного этапа у меня есть вот такая вот малышка. В целом это как кондиционер, его я наношу на влажные волосы после того, как их помою и прочесываю обязательно. Делает их тоже очень-очень мягкими и гладкими. Что еще очень классно, расход у нее прям минимальный. Одного шарика в виде горошинки хватает на все мои волосы, а наношу я только на кончики. Тебе как, нравится? Считаешь, это подходящий уход? Да? Хорошая штука. Думала, что приведу себя в порядок, замажу синяки под глазами, как-нибудь накрашусь, волосы уложу перед тем, как выйти, но что-то у меня нету желания на это сегодня. Вот. Так что я чуть-чуть бровки намазала гелем. Очки закрывают вот здесь вот прыщ и немножко блеск тинкующего. Бегу по делам. Когда я говорила, что работаю всегда и везде, я на самом деле вообще не шутила. У меня дорога до автодрома занимает примерно час, и за этот час я успеваю сделать либо все лапки лягушкам, либо целое тело. Это только если мне везет и удается найти сидячее место. Если удается найти только стоячее место, то я монтирую видео в телефоне или добавляю карточки на Озон. У нас вдруг вышло солнышко, я вон с перепугу даже кофту забрала другую весь дома, подумала, вдруг будет холодно. А нет, наоборот, стало очень жарко. С автодромом получилось, я даже вполне себе успешна, и теперь иду в парикмахерскую. Надеюсь, у них есть для меня местечка. Парикмахерская максимально бюджетная. Я была уже у них в другом филиале в прошлый раз, и мне вообще-то очень понравилось и по ценнику, и по обслуживанию. Там внутри очень даже симпатично. Все такое блестящее, красивое. Сам процесс стрижки я не стала записывать на камеру. Я пришла под конец рабочего дня, и было видно, что мастер уже порядком устала. Она не была какой-то неприветливой и злой, но в целом было видно, что она бы не расстроилась, если бы никто в последний час ее работы не пришел. Когда мы заканчивали, мне очень понравился результат. Я ей сказала о том, что у нее волшебные руки, она порадовалась, а это мы и разошлись. Кстати, я попросила сделать мне челку. Сначала она мне подстригла коре, полностью уже уложила, высушила. Я думала, может, у мастера такой порядок делал, что она сначала делает общую стрижку, а потом уже челку. Она уже закончила, спросила, как мне. Я говорила, как насчет челки. Я такая, о, да, точно. Но ее не разозлило это напоминание, а я осталась довольной стрижкой. Общее время стрижки вышло примерно в час, и по ценнику 470 рублей вместе с мойкой головы. Итак, что касается краски, я вот сейчас пользуюсь такой штукой. У меня это уже вторая баночка, и у нее есть как плюсы, так и минусы. Мне сегодня нужно взять еще такой краски, потому что здесь у меня осталось в целом меньше половины. Может быть, даже меньше третьей. Мне не хватит ее на все мои волосы, даже с новой стрижкой. Здесь всего 150 миллилитров, и в целом на мою длину одной вот такой баночки больше, чем достаточно. То есть прям вот хорошо. В итоге, что я решила-то по цвету? Я не выведу зеленый, и это, в принципе, невозможно. В целом, даже если проходиться обеспечивающей пудрой, то все равно волосы остаются зелеными. Но и осветлять я их не хочу тоже, потому что им прям уже очень плохо, и даже со своей длиной мне становится сложно их причесать. Так что я решила, что я сейчас возьму еще... Возьму зеленые еще краски, волосы, конечно, помою сначала, высушу, и буду наносить зеленую туда, куда она ляжет. В этом даже есть свои плюсы, что я не осветляю корни, потому что таким образом, получается, я буду накладывать краску не слишком близко к коже головы, что дает мне возможность не ходить с зеленой головой потом еще неделю. Казалось бы, сегодня суббота, столько, блин, этих машин громких, строительных, всякие тракторы ездят. Брать с собой целостный микрофон для того, чтобы снимать на улице, мне, конечно, тоже не показалось целесообразным, поэтому я надеюсь, хоть какой-то звук моего прекрасного голоса вам слышно. Ну и пока я радуюсь тому, что у меня не будет зеленой головы, скорее всего, что зеленых ушей мне все равно не избежать. И это тот самый один из минусов этой краски, который никуда не денется, никак его не избежать. То есть она сильно пачкает кожу головы, и потом, когда моешь волосы, они прям текут из зеленой шеи. А потому первые две-три помывки головы после покраски приходится обязательно мыть голову вперед, то есть не чтобы вода стекала назад, на спину, если вы не хотите зеленую спину и зеленую шею, а именно чтобы она стекала вперед. Ладно, я приближаюсь к Московскому шоссе, там дальше будет очень шумно и безнадежно снимать что-то. Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот, собственно, новая штучка. Еще один плюс, ее 225 рублей за вот эту вот бутылку. Без акций, без всего, вот это типа стандартная цена. Моя любимая опция user-friendly. Вот эта вот бутылочка, она замечательная и прекрасная до тех пор, пока мне нужно вытащить из нее все. Если нужно вытащить все, то нужно ее разрезать. Перекладываю содержимое в миску, и так будет гораздо удобнее ее использовать. У нее очень много синего пигмента, и поэтому цвет получается супер холодным и супер классным. Но, как видно, по ее нежеланию вытаскиваться из бутылки, она с волос во время нанесения не стекает. Из второй бутылки все сразу не выдавливаю. Положила себе некоторое количество, если не хватит, я лучше еще додавлю. Буду в перчаточках ручками распределять краску по волосам, и потом еще прочешу расческой. Как я говорила, наносить буду на чистые и высушенные волосы. Почему это важно на сухие волосы носить? Потому что вода закрывает некоторое количество пространства в структуре волоса, и из-за этого краске может быть сложнее заполнить сам волос. Стало быть, если мы хотим получить более качественное, более яркое окрашивание, то лучше наносить на сухие волосы. Я, значит, всеми силами постаралась не заляпать кожу головы, хотя вот здесь вот спереди все равно осталось. Плюс я сразу подсорла мицелляркой и пятно на шее, и вот уши у меня были прям совсем зеленые. Так что пока это, наверное, самое успешное окрашивание из тех, что мне было. Но посмотрим еще, какой будет результат, потому что я на корни практически не наносила. Так, только немножечко подмазывала наверх. Но вот прям, чтобы полностью их замазывать, я не замазывала. Время выдержки в инструкции указано до 20 минут. Я обычно оставляю где-то на полчасика. Пойду сейчас надену на себя шапочку для ванны, чтобы, перемещаясь по квартире, не замазать чего-нибудь еще вокруг. И буду смывать уже холодненькой водичкой головой вниз, чтобы у меня не текло на спину, чтобы не оказаться с зеленой спиной, с зеленой шеей. В общем, я это уже говорю. Такой обалденный холодный зеленый изумрудный цвет у меня получился. Кожу головы действительно не окрасила. Уши у меня были тоже не зеленые. Цвет выглядит божественно красиво. Корни, правда, не взялись. Они даже особо не затентовались. Как были натуральные, так и остались. Выводы будем записывать в таком милом домашнем формате, сидя на окошке. Что мне есть сказать про краску? Значит, она мне очень нравится, потому что она бюджетная. И потому что у нее классный цвет. Вот точно такого же зеленого я не смогла найти в итоге нигде. Только у вот этой вот случайной краски из ближайшего парикмахерского магазина. Да, она не суперстойкая. Да, она немножечко пачкается и течет. Но по сравнению с тоникой, которая пачкала все вокруг, которая пачкала руки, которая пачкала ванную, которая пачкала постельное белье, на котором вы лежите, и майки, которые вы носите, это все-таки немножко более... Более щадящее, что ли. У нее все еще есть значительный минус с тем, что она тоже пачкается. И я для себя сделала вывод, что первые раз, два, а может быть и три, и помывки нужно будет мыть голову вниз головой отдельно, чтобы вода эта цветная не текла на спину, на плечи, на все остальное тело. Если вы не хотите ходить зеленой, конечно же. В этот же раз я решила для себя сделать немножко проще. Я решила, что вместо одного раза я помою волосы дважды. И пускай у меня сотрется немножко больше цвета, но зато мне не придется тратить больше времени, что ли, на страдания от того, что у меня пачкается немножечко одежда, и от того, что я буду понимать, что мне нужно отдельно мыть себя и отдельно мыть волосы после этого. Очень жаль, что эта краска не берет натуральные волосы, что под нее тоже нужно осветляться. Я думаю, что у меня в ближайшее время желания осветляться нет. Мои волосы ужасно себя чувствуют. Они еле-еле прочесываются. И это при том, что длина у меня как бы... Ну, сами видите. Сейчас они стали чуть помягче. Опять же, скидываю на то, что у меня поменялся шампунь. Плюс я, опять же, еще несколько подсобрала длину. У меня теперь есть челка. Я, кстати, никак волосы не укладывала. Я их помыла, и они вот высохли идеально в то, что высохли. Единственное, что я бы, может быть, вот этот вот полукруг выпрямила бы, чтобы они были прямые здесь, и челочка была бы полукруглая сюда. Но это, опять же, нужно заниматься изучением того, как волосы укладывать. Я это вообще не умею. И пока на улице лето, я даже феном особо-то не пользуюсь. Я мою волосы и бегу на улицу. На этом я сегодня заканчиваю. Если у вас есть какие-то вопросы касательно зеленых волос, или творчество, или рисование, или чего угодно на самом деле, то вы можете писать их в комментарии, или в моем телеграм-канале, где я каждый день пишу какую-то ерунду, которая приходит мне в голову, что-то жизненное, иногда веселое, иногда интересное, иногда просто о том, как я устала там. Можно вот просто прийти и пожаловаться, или порадоваться, или что угодно. В общем, я жду вас в своем телеграм-канале. Пишите комментарии, подписывайтесь на YouTube. Скоро будет новое видео. Совсем забыла сказать вам спасибо за то, что вы были со мной сегодня.